Дорогие друзья, день традиционный, из года в год повторяющийся, но особый, даже в системе награждения заслуженных людей. Потому что в канун главного нашего праздника сюда, во Дворец Независимости, приглашаются лучшие из лучших. В этом особенность сегодняшнего нашего мероприятия. К тем, кто, выполняя свой профессиональный долг, фактически сражался за Родину, я хотел бы обратиться прежде всего. Сражались за свое настоящее, за будущее детей и внуков практически так же, как наши героические предки во время Великой Отечественной войны 80 лет тому назад. Так же, как им, нам было нелегко. Но мы, как и они, точно знали, что победим. Потому что за нами правда. За нами истинная, а не притворная любовь к своей земле. И ответственность за нее. Нас старались раскачать, подорвать изнутри, информационно, затем гибридно. Пробовали устроить цветную революцию, надеясь на Блицкрик. Пытались деморализовать, глумились над нашими символами, но просчитались. Теперь перешли к экономическому удушению, как мы вчера считали. Подчеркиваю, мы считали так вчера. Сегодня я поэтому и задержался, потому что заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны. Против людей и против объектов. В ближайшее время об этом скажем. Тем не менее, если говорить об экономике, начали вводить секторальные санкции. Как я уже говорил, притом подобрали, как когда-то нацисты. Ночь 22 июня, как когда-то началась война. Вроде бы символично. Но после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки, мы уже предъявим не к какому-то хайкамассу, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже. Нас, белорусов, хотели лишить святого права на труд. Отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба. Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили историю в школе. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют. Как сталь. Мы станем крепче и успешнее. И вы, приглашенные в этот зал, лучшие тому подтверждения. Я благодарю тех, кто носит погоны, для кого присяга, офицерская честь и воинский долг – незыблемая система жизненных координат. О крепости нашего государства говорит то, что эти ребята, которые сегодня в погонах проявили себя достойно, пришли за наградами. А их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идеи на стойке и нас никто не наклонит. Военные спасатели доказали, что значит быть настоящими защитниками нашей страны. Может быть, кто-то из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали-охали в интернете, ах, насилие и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, которые не понимали, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава Богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устраним. Если после всего того, что уже было сказано и показано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги. И цель их разрушения государства. Я хочу поблагодарить наших государственных служащих, журналистов, судей, юристов, издателей и представителей общественных организаций. Я благодарен ученым и преподавателям, которые помогают студентам различных специальностей не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок – родину не продавать. Теплых слов признательности заслуживают наши крестьяне, работники промышленности, обеспечивающие продовольственную безопасность и рост экономики. Самое искреннее поздравление строителям за то, что Беларусь год от года становится краше и комфортнее. Дорогие друзья, людей, как вы, называют солью земли. И я точно знаю, что за каждым стоит коллектив таких же профессионалов-единомышленников. Это значит, что мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям и будем счастливы в своей сильной и процветающей Беларуси. С праздником всех вас, знаменательным днем в вашей жизни. И позвольте от вас и от меня послать самое теплое поздравление из этого Дворца Независимости, Народного Дворца. Всем гражданам Беларуси поздравю их с самым главным нашим праздником – Днем Независимости. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.